Еще одна категория преступлений, с которой силовики пока что справиться не могут, ну или не хотят, это аферы с реестрами. Звучит, казалось бы, непонятно, но на деле у любого человека в нашей стране могут запросто украсть квартиру. А сам владелец об этом даже узнает не сразу. Не только квартиру, мошенникам удается завладевать и домами, и предприятиями. Как работают эти схемы и почему под угрозой недвижимость каждого украинца, разбиралась Елена Зорина. Нагло отжать или цивилизованно отобрать. Можно даже оптом и за одну ночь. Любой, кто купил недвижимость, я бы рекомендовал в каком-то бумажном виде все-таки иметь документ, подтверждающий право собственности. Вписать нужные фамилии в графе владелец без шума и пыли оказывается проще простого. Ценные, насколько мы знаем, по такой оперативной информации, это от одной до нескольких тысяч долларов. Черные нотариусы, риэлторы или просто мошенники, тысячи пострадавших. Но вот поймать за руку аферистов не так-то просто. Это ноу-хау, который сегодня есть и развивается. Мне была заявлена сумма 15 тысяч долларов, и все, мы закрываем эту тему. Пока Людмила была в зоне АТО, для ее квартиры нашелся новый владелец. Как раз после Иловайска я лежала по госпиталям, и за этот момент все это было сделано. Небольшая трехкомнатная квартира в центре шахтерского городка Терновка, где Люда до войны жила вместе с двумя детьми. Недвижимость досталась в наследство от дедушки, которого она досматривала. Но в один прекрасный день входные двери просто сменили. Все хозяева стали, наши вывели. Он только приехал, телевизор нашли в этом шахванере. И водогрейка где-то была. Новый владелец, некий адвокат, рассказывает мать Людмилы Раиса Николаевна. Это опасно, он угрожал. Как он узнал, мы сами не знаем. После вызова полиции он отдал дубликат ключей. Сама же Людмила отправилась на судебную войну, которая продолжается по сей день. Там все поставлено на поток. То есть знаем, что в Терновке ни одна квартира, которую они, ну, знаете, как находили, стариком находили там неблагополучные семьи, знакомы с этим нотариусом, это они не скрывают. И частный нотариус, таким образом они не формулили квартиру. Юридические услуги особого сорта так вуалируют этот довольно прибыльный бизнес. Переписать не то, что на кота, на кого укажете. Могут все, что угодно. Квартиру, машину, дачу и даже целое предприятие. Иногда достаточно одного звонка. Такая вот современная форма рейдерства. Большой популярностью этот бизнес стал пользоваться после открытия реєстров для нотариусов и изменения правил оформления недвижимости. Подделка документов, двойные продажи. Відродилась так звана старая схема, коли продают неиснуючие квартиры. Один раз зазначенную квартиру уже продали. И после того, внести новые неправдивые видимости до реєстра, пытались продать эту квартиру в другий раз. Объявления нужных людей есть даже в интернете. Находят каких-то нотариусов, либо находят материальные бланки. Изготовляют поддельную доверенность якобы от собственника помещения. И с этой доверенностью, со всеми правами переоформляют причем несколько раз. В большинстве случаев эти лица все проживают либо на территории АТО, либо в Крыму. Их даже найти очень тяжело, либо являются вообще иностранцами. Черных нотариусов берут на карандаш в Минюсте. Их отлучают от реестров, но те все равно продолжают действовать. Они уверены в безнаказанности. Потому что там кто-то сверху договорится. За те взятки, которые они берут, отдают вверх. Там у них крыша. Но иногда и сами нотариусы оказываются жертвами. Хакер присылает письмо, в котором вредоносное вложение. Это вложение на самом деле очень четко похоже на письма, которые приходят от Минюста. Получить доступ к реестру и хозяйничать там уже от имени нотариуса может даже студент. Так переоформляют недвижимость и выводят из-под ареста нажитое непосильным трудом. Чем крупнее объект, тем больше ставки. Это были и квартиры у частных лиц, это была и достаточно крупная коммерческая собственность. Когда из ипотеки банка выводилась и тут же куда-то там в офшоры продавалось. И какие-то сети магазинов, сети заправок. Под прицелом, говорят риэлторы, оказываются прежде всего те, за кого вступиться некому. Одинокие люди, люди, которые подвержены психическому влиянию, люди, которые уезжают отсюда на длительный срок за рубеж, допустим. Арендодатели, которые пытаются, так скажем, не совсем честно, открыто сдавать свое имущество. Вера Михайловна с надеждой в который раз заходит в этот подъезд весной. Она часто проведывала одинокого пенсионера Владимира Баркуна. После смерти жены инвалиду нужна была помощь. А в начале лета пенсионер внезапно исчез. После пропажи старика в квартире появились посторонние люди. Оттуда вывезли вещи и начался ремонт. Где хозяин жилья, незнакомцы долго не признавались. За считанные месяцы на одинокого старика успели оформить кипы документов и судебных решений. Оказалось, его признали недееспособным и назначили опекуна. А та выписала его из квартиры. Село Чеховка, 20 километров от Черкассы, исчезнувшего Владимира Баркуна удалось найти среди пациентов местного психоневрологического интерната. Теперь Владимир Ильич на попечении у государства. Ведь опекун о нем едва вспоминает. Опекун Екатерина Лысенко для пенсионера после решения суда ближе, чем самый близкий родственник. Без ее разрешения с Владимиром Баркуном теперь нельзя даже общаться. Почему старика выселили, женщина объяснять не хочет. В разговоре утверждают, что она родственница по линии жены, а по судебным решениям просто знакомая. Но дальше больше. История напоминает настоящий детектив. Оказывается, половину жилья пенсионера после смерти его супруги унаследовал через суд какой-то двоюродный внук. И продал ее сестре, нынешнего опекуна. И сам тоже стал опекуном старика. Абсолютно законные действия проведены, но такие, что я не с первого раза поняла, кто там кому что. Чтобы не стать жертвами квартирных аферистов, юристы и риэлторы советуют тщательно проверять документы, которые подписываете. А оригиналы, подтверждающие право собственности, не доверять никому. Впрочем, это лишь малая страховка. От незаконных вмешательств в реестр не защитит никто. Елена Зорина, Марьяна Бурякова, Елена Миндалюк, Станислав Кухарчук, Вячеслав Фролов, Иван Ермаков и Владимир Дедов. Подробности недели телеканал Интер. Прокомментировать эту тему мы попросим одного из самых опытных украинских адвокатов, Михаила Ильяшева. Он сейчас на связи со студией подробностей недели. Михаил, здравствуйте. Скажите, почему до сих пор существует вот эта дыра в реестрах? У людей могут спокойно отбирать недвижимость, власти с этим ничего не делают. А легко закрыть возможность применения таких схем мошеннических? Ну, в принципе, было благое намерение, чтобы упростить процедуру регистрации, убрать излишние формальности, и чтобы человек, продавая квартиру, мог немедленно перерегистрировать ее на нового собственника, и новый собственник мог ей сразу распоряжаться. Но, как оказалось, не все так просто. И те бюрократические перепоны, которые были раньше, многие сейчас уже вспоминают с ностальгией. Потому что каждый опасается, в том числе за свою квартиру, что она в любой момент может быть переписана. И проблема тут, в принципе, не столько в законодательстве, сколько в недобросовестных нотариусах, недобросовестных государственных регистраторах, которые имеют возможность работать с реестром и вносить в него изменения. Я не соглашусь с утверждениями о том, что достаточно сложно расследовать такие преступления, как по мне их расследовать очень просто. Потому что всегда за подобной перерегистрацией стоит абсолютно конкретный нотариус. И я уже достаточно много сталкивался в своей практике с тем, как нотариусы это делают незаконно, но пока еще не сталкивался ни разу с хакерскими атаками, в результате которых имущество было переписано. То есть я думаю, что все-таки хакерские атаки это является прикрытием для того, чтобы тот или иной нотариус сделал то или иное черное дело. А главное, что вряд ли какой-то нотариус вдруг один раз решил оступиться и переписать такую квартиру за тысячу, две или пять тысяч долларов. Как правило, это систематическая деятельность, и любой правоохранительный орган, он может просто, собрав информацию о жалобах на того или иного нотариуса касательно подобных его действий, привлекать его к уголовной ответственности. Понятно. То есть ситуацию можно решить реальными уголовными делами. Хорошо. Но все-таки у нас есть на сегодняшний день жертвы таких афер. Что им делать? Как вы считаете, насколько долгой может быть борьба за то, чтобы вернуть свою собственность? Может это затянуться на годы долгие? Вот это самая большая проблема. Для того, чтобы незаконно перерегистрировать собственность в реестре, потребуется несколько часов. Для того, чтобы потом вернуть все назад, иногда могут потребоваться долгие-долгие годы. А самая большая проблема в том, что возможно потом сегодняшнему собственнику, который потерял свою недвижимость в результате незаконной перерегистрации, придется бороться не только с преступниками, которые это сделали, а придется бороться с вполне добросовестным приобретателем, который на рынке просто купил эту квартиру через третьи-четвертые руки. И фактически люди начинают воевать между собой, а про виновника и преступника в этой ситуации просто забывают. Михаил, простые люди, они действительно беспомощны в этой проблеме? Можно дать им какие-то советы? Можно зафиксировать какие-то простые вещи, которые людям нужно сделать, чтобы обезопасить себя вот от таких мошенников? Раньше мы советовали тем, кто очень боится за свое имущество, хотя бы наложить на него какой-то арест. Это вызывало удивление у иностранцев, но у украинцев в принципе удивление не вызывало. Сегодня этот рецепт не работает, потому что тот же, кто незаконно может безосновательно перерегистрировать имущество, таким же другим действием, не менее сложным, может просто удалить существующий арест. Поэтому мне уже известны люди, и в том числе и крупные бизнесмены, которые имеют даже в штате специальных сотрудников, проверяющих ежемесячно наличие имущества, что его еще не переписали. Ведь это касается не только квартир, эта проблема, она также касается и корпоративных прав в компаниях. Кошмарная ситуация, конечно, сложилась, если честно, но спасибо вам, что разъяснили нам кое-какие-то моменты. На связи со студией подробностей недели был один из лучших адвокатов Украины, Михаил Ильяшев. Мы с вами продолжаем. И вот какие темы будем обсуждать дальше в нашей программе. Две стороны монетизации субсидий. Государство или население? Кто на самом деле выиграет от выплаты новых компенсаций? Вспышка смертельной инфекции. Украинцев предупреждают об эпидемическом неблагополучии. Стоит ли бояться эпидемии менингита? Курс на нацию неучей? Выживут ли профтехучилища, колледжи и техникумы без денег из госбюджета? Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе побывал с визитом на Аравийском полуострове в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Визит длился два дня и результаты у него ощутимы. Во-первых, удалось договориться о визовых послаблениях в Саудовской Аравии и о безвизовом режиме с Объединенными Арабскими Эмиратами. Может показаться, что это небольшое достижение, но этот регион очень популярное туристическое направление. Второй момент – это инвестиции. Арабские инвесторы традиционно проявляют интерес к инфраструктуре других стран, строительству и транспорту, и управляют при этом фондами на сотни миллиардов долларов. Если хотя бы часть этих денег придет в Украину, наша инфраструктура, например, портовая, получит возможности для быстрого развития. Саудовские компании, которые уже сейчас имеют очень позитивный опыт работы в Украине, приняли решение увеличить вдвече обсяг инвестиций. Кроме того, инвестировать в портовую инфраструктуру, брать участь в приватизации, которую, я надеюсь, удастся запустить после принятия Верховной Рады закону про спрощение процедуры приватизации и обеспечения ее прозоростей. Инвестиции были и одной из главных тем во время визита премьер-министра Украины в Канаду. Владимир Гройсман провел переговоры со своим коллегом Джастином Трюдо, посетил канадский парламент и экономический форум в Торонто. Премьер-министр договорился о новых направлениях сотрудничества с Канадой в аэрокосмической отрасли, обсуждали участие украинских компаний в освоении Арктического региона этой страны. Впрочем, только экономическими вопросами переговоры не ограничились. Канадские политики еще раз подтвердили свою готовность поддерживать Украину в противостоянии с Россией. Мы видим сегодня полную поддержку территориальной целостности Украины, поддержку на международной арене.